Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания. Всё, что происходит вокруг нас и с чем может столкнуться каждый, об этом и не только. По вторникам рассказывает наша книга «Жалобы». Я Антон Александров. Здравствуйте. Преодолевают грязевой квест жители Муканова 11, 13, 15 и 17. И всё для того, чтобы выбросить пакет с мусором в контейнер. Утаптывать размокший грунт хотят не все от этого недовольства, что пробраться к контейнерной площадке стало проблематично. Местные жители говорят, что здесь активно курсировала большегрузная техника и велись коммунальные разрытия. Это и усугубило ситуацию. Дом построили красивый, а к мусорной площадке теперь подойти вообще практически невозможно. Раздражает путь до дома и жители Язева-2. Дело в том, что весной и осенью грунтовое покрытие во дворе размокает. От этого пробраться к мусорным бакам проблематично. Здесь и автомобили могут завязнуть, и люди в газевую жижу упасть. Асфальтированных тропинок нет. Углубления в грунтовом покрытии достаточно большие. Воды там скапливается много. Какого-либо стока не предусмотрено. Поэтому единственное, что остается местным жителям, это ждать, когда все это выветрится и высохнет. Или раздражительно утаптывать эту грязь во дворе. Язева-1, язева-2. Не можем мусор выкинуть. Приходится весь дом обходить. Вот, пожалуйста. Когда будет у нас нормальный двор? Рассыпается на глазах памятник в честь 80-летия Караганды от города Приозерск. Находится он в зеленой зоне перед ДК Молодежной, что в Пришахтинске. Краска уже облупилась, плиты отпали. Хотя и неуместные надписи на сооружении появились. От этого и недовольство местных жителей, что должного внимания объектам историко-культурного наследия не уделяется. Вот и решили неравнодушно рассказать о проблеме. Ежегодно озеро появляется во дворе 37-го дома в 23-м микрорайоне Пришахтинска. Весной здесь собирается вода, как в самой низкой точке в округе. Да и летом после дождя вся жидкость стремится сюда же. В итоге на детской площадке ходить можно только в резиновых сапогах, да и грязными. Преодолеть эту лужу и остаться чистым нереально. Вот и просят местные жители организовать здесь сток или подсыпать территорию, чтобы было хоть где-то пройти. А вот жители соседнего 38-го и 39-го домов жалуются на стаи бездомных собак во дворе. Животные в поисках пищи роются в мусорных баках и бегают за прохожими. За зиму здесь собралось несколько стаек, говорят местные жители. В итоге отпускать детей, одни гулять уже страшно, да и взрослые боятся быть покусанными. Уж слишком агрессивно четвероногие реагируют на жителей многоэтажек. Автомобили разваливаются на глазах. Они просто не выдерживают испытания дорожным покрытием, что ведет из Майкудука в сторону сортировки. Проблема в этом месте возникает периодически. То асфальтное покрытие мучают пучины, то усиленная ямочность. В итоге передвигаться автомобили здесь могут с трудом. Хотя дорога востребованная, здесь курсирует и общественный транспорт. Но все участники движения вынуждены переползать из ямки в ямку. Иначе ходовая часть автомобиля просто разваливается на глазах. Ездить уже опасно, так считают автомобилисты, которые двигаются по улице Методической. Дело в том, что возле остановки Шахтерский поселок и автомобилем и пешеходам передвигаться рискованно. В глубокие ямы здесь уже неравнодушные жители накидали покрышек. Иначе повредить автомобиль водители могут запросто. А так хоть какое-то обозначение опасности. Проблемы в этом месте возникает каждый год. Латать асфальт пытались. Только, как показывает практика, надолго такого ремонта не хватает. Едем по встречке, потому что здесь вся трасса разбита. Добиться асфальтирования пытаются и жители улиц Тургеневой и Строительной, что в городе Сарань. Проблемы мучает не первый год. Регулярно местные жители рассказывают о ней чиновникам. Только вот никаких изменений не происходит. Ходить пешком здесь проблематично. Весной, осенью грунтовое покрытие размокает и превращается в непролазную грязь. Между тем, летом здесь очень пыльно. Мелкие песчинки поднимаются ветром. А вот зимой людям приходится самостоятельно чистить дорогу от снега. Иначе выбраться из дома невозможно. От этого и недовольство жители улиц Тургенева и Строительной в Саране. Что проблема есть, но вот решить все никак ее не получается. Дорога как была разбитой, так и остается. Исчезновением деревьев обеспокоены жители Лободы-25. Уже не раз в сквере за мемориалом «Вечный огонь» делают попытки по искоренению зеленых насаждений. В этот раз исчезло 6 стволов, предположительно, породы вязь. Для чего уменьшают рекреационную зону и спиливают молодые насаждения, неясно. Жалко, что труды по высадке и ухаживанию за деревьями были напрасны. Чтобы вырастить такое насаждение, уходят годы. А вот чтобы срубить – минуты. Боятся остаться без крыши над головой. Жители землянки по адресу Шахматная, 92, в Осакаровке. Дело в том, что домик регулярно потапливают. Вокруг собирается большое количество воды, которое напитывает почву и негативно влияет на состояние жилища. Проживает здесь выпускница детского дома. Она не в силах приобрести себе новое жилье самостоятельно. Вот и пытается сохранить это как может. Строение стоит одиноко на пустыре. Внешне даже трудно представить, как дело обстоит внутри. Вот и просит отчаявшаяся жительница помощи неравнодушных людей. Вот тут воды, много воды вокруг дома. Вот такая вот земляночка. Тут вот везде вода у нас стоит. Воды много, сыра, холодно. Таковы недовольства, о которых горожане не молчат. На сегодня это все. Очередную порцию коммунальных казусов расскажу уже ровно через неделю. Видео или фото с комментариями принимаются посредством ватсап-сообщений или в телеграм. На номер 8700-150-5061. Смотрите книгу «Жалоб» каждый вторник в это же время. До встречи в эфире. Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания.